Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я практикующий врач, работаю в факультетской клинике Иркутского государственного медицинского университета. Но данный видеоролик я хотел бы заснять по поводу того, как правильно и как неправильно поступать в попытках защитить себя от коронавируса. Что происходит с новостных страниц последних недель? Тут куча непроверенной, не совсем достоверной информации, информации, которая просто стремится нагнать панику, так называемой фейковой информацией. И исходя из психологических особенностей людей, эта информация иногда верит больше. Потому что многие склонны верить во всемирные заговоры, в то, что Китай там скрывает какую-то официальную статистику, что уже сотни тысяч людей болеют, нам просто об этом не говорят. Что такие беспрецедентные меры карантина, которые предприняты в Китае, не могут быть сделаны на основании нескольких тысяч зараженных людей и так далее. Но при этом в фейковых роликах, в фейковых новостях, в новостях не совсем достоверных, куда больше непроверенной, неправильной, а зачастую и вредной информации по поводу того, как вообще защитить себя от коронавируса. И все чаще появляются подобные данному объявления, то, что принимаете определенные витамины, принимаете определенные препараты, тем самым вы защититесь от коронавируса. Появляются различные маркетинговые ходы, которыми не грешат воспользоваться аптечные сети, производители различных препаратов и так далее. Но бесконтрольный прием лекарств зачастую лишь усугубит ситуацию, даже если брать тот же самый коронавирус. Потому что бесконтрольный прием лекарственных препаратов, препаратов противовирусного действия не по назначению, а просто с целью профилактики, скорее изменит и снизит иммунитет, чем сможет оказать какую-то помощь. Поэтому в данном ролике я хотел бы рассказать все о неправильных методах защитить себя от коронавируса и о правильных методах, те, которые на самом деле работают, те, которые на самом деле окажут эффект. Но сразу хочу сказать, что до появления новостей о том, что в той или иной стране появились зараженные люди, все-таки все меры какой-то профилактики, все меры борьбы, они не несут большого смысла. Да, новость есть. Да, вирус новый. От него пока нет лекарства. Да, у вируса достаточно высокий процент смертности. Есть уже погибшие люди, но есть и выздоровевшие. И вот этот вот хайп, паника, когда дело касается все-таки цифр незначительных для пандемии, если сравнивать, допустим, вирус гриппа, который заражает примерно 10% населения, это свыше 500 миллионов человек. И вот вирус, коронавирус 2019 года, НСОВ, который пока привел к достоверному заражению примерно 5000 людей, которые все-таки наверняка заразились около двух недель назад, когда еще не было карантинных мероприятий. Это разные вещи. Но те меры профилактики, о которых я хочу рассказать в ролике, помогут не только для профилактики и защиты от коронавируса, они помогут в целом защитить себя от вирусной инфекции различной этиологии. Итак, начнем. А начать я хотел бы с того, что делать не нужно, потому что, просмотрев кручу роликов, я понимаю, что иногда информация носит откровенный бред. Информация бредовая, но согласно контексту понятно, что это юмор. Но люди зачастую воспринимают все на полном серьезе и иногда, я уже знаю, случаи следуют этой информации. Итак, чего не стоит делать? Не стоит принимать противовирусные препараты прямо сейчас. Если у вас нет вирусной инфекции, противовирусные препараты лишь могут своим побочным действием навредить организму. Почему-то человек, когда слышит новости, когда слышит вот такой вот хайп о коронавирусной инфекции и так далее, он готов поверить чему угодно. Когда дело же касается настоящих, скажем так, заболеваний, которые подтверждены, которые являются главной причиной смертности, а это сердечно-сосудистое заболевание, которое требует приема лекарств, у человека совершенно другое поведение. Он не то, чтобы не пьет без показаний лекарства, снижающие там уровень холестерина, снижающих уровень сахара крови, позволяющих улучшить показатели свертываемости крови. Он наоборот отказывается от этих препаратов, ведь у них же есть побочные эффекты. Они же вредны для печени, для почек и так далее. Противовирусные препараты не менее вредны. И их прием без вирусной инфекции ни к чему хорошему не приведет. Поэтому пить противовирусный препарат для профилактики коронавирусной инфекции, или неважно, любой другой вирусной инфекции, без случая контакта с зараженным человеком, вообще бессмысленно. Профилактическим действием они также не обладают. Если вы пропьете курс сейчас, а проконтактируете с зараженным человеком через неделю, то есть когда препарат уже уйдет из крови, вы с тем же самым успехом можете заболеть. Второй пункт, который я хотел бы отметить, не имеет никакого смысла не только пить, но и даже, наверное, закупаться антибактериальными препаратами. Коронавирус, он вирус. Как бы это смешно не звучало. Это вирусная инфекция, которая вызывает вирусную атипичную пневмонию. То есть пневмонию вирусной этиологии, не бактериальной. И антибиотик, антибактериальный препарат, не поможет никоим образом ни профилактировать, ни даже лечить. Возможно, у коронавирусной инфекции будут отмечаться какие-то бактериальные осложнения в тяжелой форме и так далее. Но это все-таки уже поздние этапы болезни. В начале болезни протекает как стандартная вирусная инфекция дыхательных путей с дальнейшим прогрессированием в вирусную пневмонию. Которую надо, если уж лечить, противовирусными препаратами, но не антибиотиками. Поэтому срочная закупка антибиотиков ни к чему хорошему не приведет. Потому что в лучшем случае у этих антибиотиков кончится срок годности и вы их выкинете. А в худшем вы их пропьете для каких-то профилактических моментов. Или там выпейте при первых симптомах какого-то заражения. И тем самым еще развивете антибиотикоустойчивую бактериальную инфекцию, которая мутирует и потом будет заражать всех похлещих коронавирус. А между тем случаев устойчивых к антибиотикам инфекции очень много. И это потенциально куда более страшная угроза человечеству, чем текущий коронавирус, который выявили в Китае. Третий момент, который очень малоосмыслен, это прием БАДов, витаминов, мультивитаминных комплексов и так далее. Без выявленного дефицита, каким-то достоверным, доказанным профилактическим воздействием против инфекций, в том числе вирусных инфекций, ни мультивитаминные комплексы, ни какие-то БАДы не обладают. И вот как я показывал на картинке, которую я приводил в начале ролика, прием омеги-3, прием каких-нибудь витаминов, прием БАДов сайта iHerb не поможет. Да, скорее всего он не навредит. Ну и помощь от него, скажем так, крайне маловероятна. Деньги же вы потратите и возможно эти деньги можно было потратить с куда лучшими и более полезными целями. Четвертый момент, который я хотел бы уточнить и рассказать. Коронавирус не устойчив к воздействиям внешней среды. Поэтому бояться фруктов из Китая, посылок из Китая не стоит. Если вы уж паникер, дополнительно промойте фрукты, промойте посылку и упаковку из Китая. Проделайте все это в перчатках, в маске, маску, перчатки, потом сожгите, упаковку сожгите. Но отказываться полностью от покупок такого рода нет смысла. Потому что несколько часов и вирус в внешней среде умрет. По крайней мере несколько дней, которые требуются для доставки посылки, это все же достаточный срок для смерти вируса. Безусловно, данный пункт не несет особой угрозы, если вы откажетесь полностью от покупок. Пострадает только экономика Китая и не более того. Поэтому, пожалуйста. Но это дополнительный ответ на вопрос, который очень часто люди задают. Еще один пункт, к которому не стоит перебегать, это паника. Не надо паниковать здесь и сейчас. Не надо бежать там скупать весь супермаркет, продукты, закупаться, баррикадироваться и так далее. Паника может привести к тревожному расстройству. Паника может вызвать панические атаки. Такие вот тревожные расстройства, панические атаки потом придется лечить. А в худшем для вас случае, паника приведет к тому, что будет тревожное расстройство. Тревожное расстройство приведет к нарушению сна. А нарушение сна это один из факторов снижения иммунитета. И у вас будет высший шанс заразиться коронавирусом. Поэтому смотря все ролики, все новости о коронавирусе, подсчитывая и записывая в блокнотик, сколько людей заболело, сколько людей погибло, к сожалению, у вас развьется тревожное расстройство, которое приведет к снижению иммунитета и повышению риска заразиться вирусом, в том числе к коронавирусу. Какие же реально действующие советы есть? Ношение маски. Да, безусловно, во всех новостях, которые выпускаются сейчас в большом, огромном количестве, можно услышать такие слова. Маска не помогает, маску надо менять, надо покупать респиратор, противогаз, автономную систему собственным источником кислорода. Безусловно, обычная такая вот медицинская маска, она не обладает стопроцентной защитой от вируса. То есть, надели маску и вы в танке, и вы от всего защищены, нет. Но ношение маски снижает значительно риски заражения, в том числе обычными инфекциями, которые есть и сейчас, которыми болеют и сейчас. То есть, это различные острые респираторно-вирусные заболевания, это грипп различных типов. От них маска в какой-то мере защищает. Почему защищает? Вирус выделяется от зараженного человека через капельки чихания, кашель. Выделяется слюна, которая может разноситься на большое расстояние, может оседать на каких-то поверхностях. И в дальнейшем вирус, находящийся в капельке биологической жидкости, попадает в организм уже другого человека, начинает размножаться там, и, соответственно, человек заражается. Причем, если местные иммунные факторы сработали хорошо, человек не заразится. От момента заражения до развития инфекции проходит достаточно большое время, и это не инкубационный период, это период заражения именно инфекцией. Соответственно, маска, надетая на вас, поможет вам спастись от массивного воздействия капелек. То есть, если вы стоите в маске, и рядом чихнул человек, большая часть капелек осядет на маски. Если вы стоите в маске, например, в метро, взялись за поручень, как-то там рука соскользнула или еще что-то, может быть, частицы жидкости, частицы, которые осели на поручень, попали бы вам на лицо, а так они и осели на маске. Да, если вы будете носить эту маску дальше, будете ее надевать изо дня в день, сегодня, завтра, послезавтра, во-первых, потеряется ее защитное свойство, она станет пропускать больше вируса. Ну и, во-вторых, тот вирус, который там был, так как маска постоянно влажная, из-за того, что вы выдыхаете воздух, она поддерживает его жизнеспособность. И, соответственно, потихонечку может пробиться через эту маску. Но если вы будете маску менять каждые 2 или хотя бы 4 часа, то она будет защищать. Второй работающий метод, и работающий, возможно, даже лучше, это регулярное мытье рук и слизистых носа. Так как вы могли прикоснуться к поверхности какой-то, где потенциально есть вирус, ну, в частности, коронавирус, так как вы вдыхали воздух, но первоначально вирус мог осесть на слизистых вдыхательных путей, вы можете механически этот вирус вымыть. То есть смыть с мылом, промыть носовые пути, тем самым вирус не останется в организме и не будет заражать. Зачем мыть руки? Вы потрогали потенциально зараженный поручень там в метро, а потом прикоснулись к лицу. Засунули пальцы в нос, в рот, коснулись губ, и вирус способен мигрировать и уже заражать вас. Поэтому мытье рук и носа очень и очень важно. И о нем почему-то забывают. Ограничение передвижений. Ну, думаю, уже всем понятно, что в Китай сейчас ехать не стоит. Ну и я предполагаю, что в Китай уже попасть гораздо сложнее. То есть невозможно нормально купить туристическую путевку в тот же самый город Тухань. Этого делать не нужно. Там куда выше риск встретить зараженного. Да, там вероятность тоже очень низка, потому что в Китае население больше одного миллиарда человек. А количество зараженных достоверно около пяти тысяч. И количество проконтактировавших с зараженными несколько десятков тысяч. То есть на миллиарды с лишним населения. А может быть даже там уже ближе к двум миллиардам. Не надо меня поправлять. Потому что опять-таки, если верить в теории всемирного заговора, некоторые считают, что в Китае не более пяти сотен миллионов жителей. Так вот, встретить там зараженного человека риск маленький. Но зачем себя подвергать дополнительному риску? Вот, например, в России достоверной информации о выявлении случаев заражения на момент записи ролика нету вообще. Соответственно, вероятность встретить кого-то зараженного на улице в России, она практически нулевая. Поэтому ехать в Китай не надо. Но если вы уж совсем параноиде, ограничите свое пребывание в местах скопления людей. Это опять-таки супермаркеты. Особенно в популярные часы, то есть когда люди возвращаются с работы. Это общественный транспорт. Да, безусловно, если вы будете пользоваться такси, вы принесете таксистам выгоду. Но риск заразиться вы себе снизите. Также не стоит посещать какие-то дополнительные общественные мероприятия. Возможно, в данное время такие, как концерты, кинотеатр, развлекательные центры, места общественного питания. Да, лишайте себя удовольствия, паникуйте, не посещайте эти места, вы снизите риск заразиться. Это работающий метод, работающий на самом деле. Он хорош, он условно бесплатен и доступен. Ограничение передвижения, безусловно, это ограничение риска заразиться. Вот если посмотреть на те карантинные зоны в Китае, там, по сути, нет людей ни на улицах, ни в общественных местах. Потому что все действительно боятся, но боятся, в принципе, не безосновательно. И там это меры, которые предприняты властями Китая. Ну и последнее, что я, наверное, скажу, завершение к ролику. От вас, от ваших действий мало что зависит. Нет, безусловно. Возможно, различные варианты событий. Я лично склоняюсь к тому, что все закончится, как закончилось все время. С атипичной пневмонией, с птичьим, свиным гриппом и так далее. Все кончится тем, что все похайповали, забыли. К сожалению, несколько сотен человек погибло. Но не более того. При этом от вируса гриппа умирает несколько сотен тысяч человек каждый год. Но это почему-то не стимулирует кого-либо вакцинироваться. Так вот, от вас мало что зависит. Если вы поддадитесь панике, то, скорее всего, вы себе навредите. Если будете принимать лекарственные препараты бесконтрольно, скорее всего, вы себе навредите. Основные мероприятия, которые важны в борьбе с такими потенциально опасными инфекциями для всего мира, были предприняты уже властями Китая и властями других стран. Это ограничение передвижения людей, закрытие определенных городов и даже областей на карантин. Да, это безусловно работает. Но хочу отметить тот факт, что это не повод поддаваться панике вам. Надеюсь, моя информация была интересна и полезна для вас. Я буду благодарен, если вы покажете данный ролик тем людям, которые подвергли себя панике уже в полной мере. Я готов к критике моих мыслей. Безусловно, я не являюсь вирусологом, инфекционистом, хотя сейчас о коронавирусе говорят больше журналисты, политологи и прочие люди, которые вообще не имеют медицинского образования. Если вам будет интересно, оставляйте комментарии и я сниму ролик о том, кому коронавирусная инфекция оказалась выгодна и кто этой выгодой уже воспользовался. Спасибо большое вам за внимание. Всего доброго вам, здоровья и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok